Всем привет! Сегодня познакомимся с EasyDiffusion. Это аналог Automatic и Invoke AI, немного сравню его с лучшим, на мой взгляд, софтом для Stable Diffusion – Automatic. EasyDiffusion имеет более дружелюбный и удобный интерфейс. Для пользователя EasyDiffusion более понятный и удобный. Функционал и скорость работы немного уступает Automatic, а также он более требователен к видеопамяти. Пока что нельзя добавлять сторонние расширения. Но зато прямо в интерфейсе можно рисовать эскизы, причем это сделано очень качественно и удобно. И вообще интерфейс ощущается профессиональным и четким. Загрузка интерфейса происходит в 10 раз быстрее, чем на Automatic. Мне очень понравилась логика приложения. Если можно было бы добавлять стороннее расширение, то возможно я бы перешел на него. Давайте установим EasyDiffusion. Установка, кстати, тоже очень простая. Перейдем на страницу разработчика и скачаем архив. Теперь создадим папку и разархивируем туда скачанный архив. Теперь зайдем в папку Scripts и скопируем файл Start Stable Diffusion UI и KMF корневую директорию приложения. Запустим этот файл отсюда. Начнется установка и скачивание необходимых файлов. Это займет много времени. Но необходимо дождаться пока все будет скачано и установлено. Если вы не оставили исходное название папки как оно было в архиве, а также не поместили эту папку в корневую директорию, то приложение выдаст предупреждение. Разработчики не рекомендуют так делать, и вы можете к ним прислушаться, но у меня все работает, и я все оставлю как есть и нажму Enter. Если BrandMauer попросит разрешение на работу Python, то предоставьте его. Модель 1.4 будет скачана по умолчанию. После того, как все установится, интерфейс запустится автоматически. Познакомимся с интерфейсом EasyDiffusion. В верхней части мы видим поле для Прампт. Ниже находится негативный Прампт. Чтобы его открыть, нужно щелкнуть по плюсику. Кнопка Make Image генерирует изображение. Щелкните по Image Settings, чтобы раскрыть меню. Это основные настройки генерации. Сид – это особый код, классифицирующий вариант генерации. Сид вставляется автоматически после генерации, если выключить переключатель Random, то сид зафиксируется. Number of Images задает, сколько изображений будет генерироваться, последовательно или параллельно. Модель пока установлена только 1.4, но мы можем легко добавить свои модели. Custom Way – это особая подстройка для модели, как правило, отвечает за правильность анатомии. Она позволяет прямо здесь выбрать пользовательский way, ниже расположен селектор выбора сэмплера. Набор сэмплеров почти такой же, как в Automatic. Ниже размер изображения, количество шагов генерации. Guidance Scale – это степень влияния нашего Прампт на изображение. Чем оно выше, тем внимательнее прислушивается искусственный интеллект к нашему Прампт. HyperNetwork позволяет выбрать нашу собственную натренированную модель, созданную методом Train. Остальное все логически понятно. Оставим все по умолчанию и нажмем кнопку Make Image. Теперь введем другой запрос. Например, фото красивой женщины. И нажмем кнопку Make Image. Давайте узнаем, как установить другую модель. Для этого перейдем на сайт Seavit AI. Найдем модель Delibate. Выберем вторую версию и нажмем скачать вариант Safe Tensors. Теперь перейдем в корневую папку приложения и откроем Models, Stable Diffusion и закинь модель сюда, рядом с моделью 1.4. Зайдем в приложение и обновим нашу страницу с интерфейсом. Выберем скачанную модель и нажмем сгенерировать. Давайте снова изменим Прампт и сгенерируем изображение. Ну вот теперь получилась красивая картинка. Наведите курсор на сгенерированное изображение и посмотрите на меню в верхнем правом углу изображения. Тут у нас указан сид, дальше идет кнопка Use As Input. Кнопка скачать изображение. Изображение можно кстати просто перетащить на рабочий стол или в папку. Кнопка сделать похожее изображение, с небольшими изменениями. Кнопка перегенерировать изображение с 25 шагами генерации. Upscale, то есть масштабирование изображения. И кнопка Поправить лицо. Давайте нажмем кнопку Поправить лицо. Действительно, лицо улучшилось и стало четче. Давайте нажмем на последнем изображении кнопку Make Similar Images. В результате у нас генерировались пять похожих изображений. Выберем одно из этих изображений и нажмем на нем кнопку Use As Input. Теперь наше изображение попало в раздел Image to Image. И мы можем генерировать новое изображение на основе этого исходника. Изменим наш прамп на следующий. Фотография красивой зеленоглазой блондинки. Спустимся ниже и отрегулируем прамп Strengths на 0.7. Это сила, с которой будет воздействовать на исходное изображение. И нажмем кнопку Сгенерировать изображение. Да изображение действительно поменялось. И волосы стали светлыми, но глаз остались неестественными. Чтобы исправить это воспользуемся опцией InPaint. Для начала переведем новое изображение в InPaint. Щелкнем по кнопке InPaint и закрасим глаз белым цветом беспрозрачности. Нажмем Save. Увеличим Прамп Strengths и сгенерируйте изображение. Результат стал лучше. Давайте проделаем это еще раз. Результат стал еще лучше. Можно так повторять и дальше. Но мы остановимся на этом. Давайте теперь сделаем Upscale нашего изображения. Для этого наведем курсор на изображение и нажмем кнопку Upscale. Моих 6 гигабайт видеопамяти недостаточно, чтобы таким образом сделать Upscale изображение. Но я могу его сделать по-другому. Кстати, вот Аматик, у меня таких проблем нет Upscale. Прокрутим страницу ниже и включим опцию Scale Up By. Выберем двухкратное увеличение и нажмем сгенерировать изображение. Теперь ошибки нет, так как я уменьшил масштаб. Вы можете заметить, что глаза стали хуже, чем были на последнем кадре. Это потому, что мы не закинули последнее изображение в Image to Image, там осталось предпоследнее. Теперь давайте зайдем в настройки. Все опции здесь логически понятные, но я остановлюсь на некоторых. Опция GBA Memory Usage позволяет выбрать режим с определенными требованиями к видеопамяти. В Automatik нужно корректировать пусковой файл и все перезапускать, а тут за пару кликов. Для пользователей со слабыми видеокартами очень удобно. Например, Upscale я могу делать только в режиме Low. А работать могу в режиме Balanced. Чем режим требовательнее к видеопамяти, тем он быстрее работает. Есть опция использовать только процессор. Делать, наверное, будет все, но скорость работы будет катастрофически низкой. Есть опция задать порт. И ниже приведены IP-адресы с портами, по которым к EasyDiffusion могут подключаться другие устройства в домашней сети. Открываете браузер, пишите IP-адрес, IP-порт и пользуйтесь, хоть со смартфона. Можно еще выбрать опцию Beta Channel, которая позволяет получать бета-обновления. С остальными меню вы можете разобраться сами, я в вас верю. После всех манипуляций не забудьте нажать кнопку Save. Есть еще вкладка Merge Models, здесь можно создавать свои модели на основе смешивания других. Но сейчас мы это рассматривать не будем. Познакомимся с разделом Image Modifiers. Раскроем его и выберем Image Style. В нашем случае нужно выбрать Face. Тут находятся стили или еще их можно назвать элементами Прампт или Т-акенами. Вы можете выбрать любые стили, щелкнув по ним мышкой. Теперь, когда мы выбрали нужные стили, поднимемся вверх и увидим их рядом с водом нашего Прампт. Давайте уберем наше изображение из Image to Image, щелкнув на крестик. И нажмем сгенерировать изображение. На новом изображении у нас смесь стилей и смесь художников. Давайте уменьшим влияние последнего стиля на изображение. Для этого наведем на этот стиль мышку зажмем Ctrl и прокрутим колесико мыши вниз. Зафиксируем сид, чтобы можно было сравнить результаты и снова нажмем сгенерировать. Кстати, над изображением отображается наш итоговый Прампт, целиком с учетом стилей, который мы установили. Итоговое изображение поменялось, потому что силу последнего стиля мы уменьшили. Вы можете добавлять свои стили следующим образом. Эта опция со стилями очень классно работает. Для начинающего пользователя. Да и для опытного, очень удобно видеть картинку и название стиля. Добавление своих собственных токенов и стилей увеличивает скорость и удобство в работе. Давайте познакомимся еще с одной опцией Draw. Исходное изображение можно прямо здесь нарисовать и на основе него сгенерировать картинку. Поднимемся вверх и нажмем кнопку Draw. Рисуем изображение девушки и нажимаем «Изи Дифьюжн» действительно классное приложение, и к тому же оно быстро развивается. Возможностей, которых сейчас не хватает, скоро добавят, я уверен. А сама концепция интерфейса мне нравится. Еще хочу обратить внимание, что при одних и тех же прампт в разных системах, результаты получаются разные. Поэтому, если вы генерировали на Automattic и хотите использовать свои наработки прампт в «Изи Дифьюжн», то у вас получатся неожиданные результаты. Это все, что я хотел рассказать о «Изи Дифьюжн». Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Это будет катализатором для выпуска новых роликов. Пока.